Более 30 семей приняли участие в первом семейном фестивале «Люблю папу, маму и хоккей». Фестиваль прошел в селе Новый Урень в рамках проекта «Добрый лед», который инициирует известный семейный благотворительный фонд «Тимченко». А конкурс на проект выиграла житель села Елена Лучкина, которая при поддержке властей, партнеров и друзей устроила праздник всему Ульяновскому району. Спорт на селе должен быть, он должен развиваться. У нас в таких маленьких селах, как вот наше село, оно небольшое, проживает около тысячи человек. У нас нету здесь никаких спортивных комплексов, у нас только есть школы и вот этот вот стадион, который дети могут в летнее время заниматься спортом. А зимний спорт у нас немножко просел, и поэтому была такая, ну, интерес возник, а почему бы не провести хоккей? Вот именно хоккей на валенках. Всероссийский проект «Добрый лед» существует более десяти лет, но впервые на нем играли в русский хоккей, хоккей на валенках. Каждому участнику футболка с фирменным логотипом, детям в качестве безопасности непременно шлем. Состав команды из трех человек смешанный, дети и родители, бабушки и дедушки, дяди и тети. В год семьи все как одна семья. Участвуем во всех мероприятиях, куда вот нас зовут, мы везде участвуем. Рыбалка, рыбалка. Да, во всех видах участвуем, да. Рюхатлетчиком. 25-градусный мороз не стал преградой для участников фестиваля. Ни для малышей, ни для людей старшего поколения. А кто все-таки замерз, поливая кухня с гречневой кашей и горячим чаем. А еще веселые старты, перетягивание каната, песни и танцы. Настроение отличное, суперское. Пришли с семьей, это объединяет. Ну и зажигает это все, все равно же всех сельских не видишь. А этого одной кучи и много. И первый раз фестиваль такой, можно сказать. Очень круто. Проект «Добрый лед» подарил силу Новый Урень и доброе наследие. Хоккейную амуницию, клюшки и шлемы. А значит, и о собственной команде можно подумать. Мы рассматриваем такой вариант, что найдется человек, который захочет сплотить детишек. То есть мы над этим будем работать. И будем надеяться, что у нас со временем появится красивая коробка хоккейная. У нас будет свой уже инвентарь. Ну а молодежь у нас, детки подрастают, может быть, заинтересуется. Если такие фестивали станут системой, то семьи у нас непременно будут крепкими и здоровыми. Самыми же спортивными в этот раз оказались семьи Ванюсевых, Хусаиновых, Яняшиных, Балакеровых. Персональные призы получили самые юные участники фестиваля – Аня и Егор. Сколько раз в неделю папа тебя будет водить на каток? Каждый день! Каждый день!